В этом видео я хотел бы прояснить возможные вопросы и подробнее рассказать о различных слоях Земли. Нарисую схему земного шара в разрезе. Не ожидайте точного соблюдения масштаба, но попробую изобразить примерное соотношение толщины слоёв. Это кора. Я сделаю континентальную кору немного потолще. Предположим, это континентальная кора, а между её участками — океаническая, которая будет тоньше. Нарисую её другим цветом. Океаническая кора будет синяя. Но это не вода, это горные породы. Закрашу лиловом, так будет ещё лучше. Это слишком толсто. Надо, чтобы океаническая кора была тоньше материковой, которую я пытаюсь изобразить здесь. Итак, вот океаническая кора, а вот материковая кора. Сейчас всё подпишем. Толщина, то есть на какую глубину простирается кора, в разных местах различна. Вблизи горячих точек океаническая кора бывает значительно тоньше. Но в общем, если говорить о коре, её толщина составит от 30 до 60 километров. Итак, 30-60 километров вглубь Земли. На континенте, а вы, скорее всего, находитесь на континенте, если углубляться на 20 километров, это всё ещё будет кора. И 30 километров, скорее всего, тоже кора. На глубине 70-100 километров, вероятно, начнётся мантия. Напоминаю, сейчас говоря о коре, мантии и ядре, мы имеем в виду химический состав. Проясним этот вопрос. По химическому составу кора принципиально отличается от нижележащей мантии. Теперь нарисуем мантию. Вот этот слой тоже не в масштабе. Кора была толщиной 30-60 километров, а мантия имеет порядка 2900-3000 километров в толщину. Вот это вся толщина мантии, составляющая 2900-3000 километров, то есть кора не имеет даже одной тридцатой от толщины мантии. Мне пришлось бы рисовать кору ещё тоньше. Далее саму мантию можно подразделить на верхнюю мантию и нижнюю мантию. Изображу это разделение вот здесь. Границу верхней мантии определяют по-разному. Примерно 700 километров глубины. Это огромное расстояние 700 километров вертикально вниз. Итак, это верхняя мантия, напишу прямо над ней. Это верхняя мантия и, соответственно, это нижняя мантия. Поясняю по свойствам. Кора твёрдая. Верхняя часть верхней мантии, это мы обсудим дополнительно, достаточно холодна, чтобы быть твёрдой. То есть в верхней мантии присутствует твёрдый слой. Эти верхние слои твёрдые, потому что холодные, ниже точки плавления, составляющих их горных пород. В прошлом видео мы выяснили, что сочетание твёрдой части верхней мантии и коры называется литосферой. Говоря о литосфере, мы имеем в виду не химический состав, а механические свойства, что твёрдая, а что нет. Итак, вот литосфера. Подпишем её. Если погружаться глубже, то под литосферой температура достаточно высока, чтобы сделать жидкими, то есть не жидкими, а скорее пластичными, текучими слоями магмы, находящиеся там породы. Это называется астеносферой. Это часть, обладающая свойством текучести, хотя, вернее, следовало бы говорить пластичности, способности деформироваться за длительный период времени. Она более текуча, чем мы обычно считаем раскалённую магму, примерно таковы механические свойства слоя, называемого астеносферой. Он обладает пластичностью, не текучестью, как вода, но способностью к вязкой деформации. Это была астеносфера. Её тоже подпишем. Далее идёт верхняя мантия. Слой, где температура достаточно для расплавления горных пород до жидкого состояния, и давление достаточно низкое, чтобы сохранялась возможность проскальзывания в некотором роде течения слоёв. Глубже в нижних слоях мантии давление возрастает. Здесь оно намного выше. И эти жидкие слои делаются всё более и более вязкими, с углублением в мантию. Итак, вся эта область может считаться состоящей из горных пород, расплавленных до жидкого состояния, но более текучих в верхней части. Там возможность движения легче, потому что давление меньше. Давление создаётся вышележащими слоями пород под действием силы тяжести, действующей на все молекулы, притягивая их вниз, к центру Земли. Чем глубже, тем больше давление. Глубже мантии лежит ядро, в котором выделяются внешняя и внутренняя часть. Вот внешняя и, естественно, внутренние — внутренние. Две части ядра. Внешняя и внутренняя. Чтобы вы могли оценить размеры, отмечу, ширина или же толщина внешней части ядра около 2300 км. Колоссальный размер. То есть, углубившись ещё на 2300 км, и это уже за мантией, сквозь внешние слои ядра, можно достичь внутреннего ядра, в котором, собственно, и расположен центр Земли. Внутреннее ядро, позвольте мне исправить положение границ, привести их больше в соответствие масштабу, оно должно выглядеть так, потому что внешний слой ядра толще внутреннего. Внешнее ядро имеет толщину порядка 2300 км. 2300 км. А внутреннее, не буду рисовать его синим, его надо показать цветом погорячее. Оно занимает весь остаток до центра Земли, что составит более 1000 км в толщину. Ближе к 1200 км. Всё ядро, внешнее и внутреннее, главным образом состоит из никеля и железа. При образовании Земли, когда весь земной шар был раскалённым и в текучем состоянии, более тяжёлые элементы опустились вниз, элементы среднего веса и лёгкие как бы всплыли на поверхность. А газообразные вещества в виде пузырей вышли на поверхность, как пузырьки в газировке. Они вышли на поверхность и образовали атмосферу. Поэтому, глядя на строение Земли, можно видеть, что самые плотные и тяжёлые элементы находятся в центре, а самые лёгкие формируют атмосферу. Внешнее и внутреннее ядро состоят в основном из никеля и железа. Запишем это. Их состав очень близок. Химически они мало отличаются друг от друга. Разница в том, что внешнее ядро имеет температуру, достаточную для расплавления никеля и железа, но при этом давление достаточно низко, чтобы они могли находиться в жидкой фазе. Вот жидкое внешнее ядро, и его вязкость весьма мала, особенно по сравнению с мантией. Поэтому его рассматривают как жидкость более традиционного типа. Но с погружением всё глубже и глубже колоссальное давление на глубине внутреннего ядра, вес всех вышележащих слоёв, тысяч километров горных пород, давящих вниз, к центру, приводит к тому, что во внутреннем ядре, несмотря на его высочайшую температуру, давление так высоко, что молекулы не могут перемещаться как в жидкости, они плотно упакованы. Внутреннее ядро находится в твёрдом состоянии, несмотря на высокую температуру. Так что различие между внешним и внутренним ядром механическое. При схожем химическом составе они по причине меньшего давления в наружных слоях ядра находятся в разных состояниях. Надеюсь, это поясняет вопрос и даёт вам представление о внутреннем строении земного шара.